МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это и многое другое. Далее подробно. Новый протест и новое заседание по делу о признании мандата Андрея Настаси в качестве мэра столицы. В самом его начале избранный мэр, глава партии платформы достоинства и правды Андрея Настаси и его адвокаты потребовали отвода судейского состава апелляционной палаты, где рассматривалось дело. Они поставили под сомнение неподкупность судей, но в итоге запрос был отклонен как необоснованный. И заседание было продолжено в прежнем судейском составе. Тем временем перед зданием апелляционной палаты сторонники Андрея Настаси снова организовали протест. Они заявили, что не откажутся от протестов, пока закон не восторжествует, Настаси станет по праву градоначальником столицы. Отметим, в случае, если апелляционная палата не отменит решение суда сектора Чентру и Андрей Настаси останется без мандата, до местных выборов 2019 года столичную администрацию будет возглавлять исполняющие обязанности мэра. Другим темам. Прошло уже 4 года с так называемой кражи века из банковской системы Молдовы. Однако до сих пор граждане республики не знают конкретных имен виновных, а также где украдены средства и когда они будут возвращены. Об этом заявили на сегодняшнем пленарном заседании парламента ряд депутатов оппозиционных фракций, которые потребовали вызвать к трибуне законодательного органа генерального прокурора, руководства Нацбанка, прокуратуры антикоррупции и Национального антикоррупционного центра. Второй отчет детективной кампании Кролл уже опубликован давно, однако до сих пор граждане не знают имена виновников вывода финансовых средств из банковской системы страны, а также и то, когда они будут возвращены. Вопрос подняли ряд депутатов оппозиционных фракций. В обществе появляется все больше версий и объяснений. Генеральная прокуратура и вовсе занимается разработкой стратегии по возвращению денег, что в принципе странно. Другие говорят, что Кролл – это банда аферистов и так далее. Мы должны знать правду. Кролл есть у банды аферистов США Медепартия. Значит, мы требуем сакурмажем адвэру. С так называемой кражи века прошло уже 4 года, а расследование не продвинулось, говорят депутаты. В связи с этим они предложили вызвать к парламентской трибуне генерального прокурора, руководства Нацбанка, прокуратуры антикоррупции и Национального антикоррупционного центра с отчетом об их действиях по возврату украденных средств. У нас не раз была инициатива заслушать эти государственные учреждения, которые несли ответственность за сохранность государственных денег, чтобы их не украли. Уже прошло 4 года с тех пор, как эта банковская кража сделала нас известными в кавычках во всем мире. Тогда почти треть ВВП страны была украдена в течение месяца. Более того, за кражу сейчас расплачивается все население Молдовы, говорят народные избранники. При этом медленный темп возврата денег по сей день вредит имиджу нашей страны, считают они. Два года назад правительство под свою ответственность преобразовало государственную гарантию в государственный долг. Ежегодно на уплату этого долга из госбюджета выделяется более 600 миллионов леев, что серьезно влияет на состояние граждан нашей страны. Депутат отметил, что в таких условиях задержка расследования остается непонятной. Несмотря на представленные аргументы, предложение оппозиции так и не получило поддержки парламентского большинства, набрав 38 голосов из 82 присутствующих в зале депутатов. Система талонов на питание еще не начала работать, а депутаты уже подумывают о мерах по наказанию за их незаконное использование. Так, депутат-демократ Сергей Сырову предлагает ввести штрафы вплоть до 20 тысяч леев за продажу или фальсификацию талонов. Законопроект вызвал споры среди народных избранников. Большинство из них утверждают, что жесткие штрафы могут обескуражить работодателей и, напротив, не будут способствовать использованию ими данной системы, а у потребителей не будет стимула использовать талоны в магазинах. Штрафы от 5 и до 20 тысяч леев грозят тем, кто будет использовать талоны на питание не по закону. Соответствующий законопроект был разработан по инициативе депутата фракции Демократической партии Сергея Сырбу и предложен сегодня в парламенте для принятия в первом чтении. Он предполагает изменения в Кодекс о правонарушениях и Уголовном кодексе страны. Депутат уверяет, что законопроект позволит предотвратить фальсификацию или продажу талонов на питание. Учитывая опыт зарубежных стран, в применении талонов на питание появилась необходимость ввести штрафы, чтобы этот механизм работал эффективно. Так, документ предполагает штраф до 5 тысяч леев за продажу или безвозмездную передачу талонов на питание физическим лицам. За повторное использование талонов юридические лица будут обязаны заплатить до 12,5 тысяч леев. За продажу за талоны других товаров нежели продовольственных магазину грозит штраф до 15 тысяч леев. А за поставку талонов после приостановления их деятельности оператор будет обязан заплатить около 20 тысяч леев. При этом стоимость талона на питание остается 45 леев. Многие народные избранники отнеслись скептически к предложенному на рассмотрение законопроекту. То, что предлагается, это методические рекомендации, как всех объегорить посредством этих талонов на питание. Система еще не работает, а мы уже выходим со штрафами и учим тех, кто будет использовать эти талоны, как делать схемы и махинации. Другие депутаты, в том числе и однопартийцы автора законопроекта, выразились против предлагаемых поправок законодательства, посчитав их чересчур строгими. Представьте, что я в качестве потребителя прихожу в магазин, совершая покупку на 100 леев и беру мыло. Использую талоны питания в размере 45 леев и 55 леев наличными. И я, и продавец совершил ошибку и посчитали мыло, что запрещено законом, что грозит мне, продавцу и владельцу магазина. Когда вы работали над этим сложным и важным законопроектом, вам не приходило в голову ввести, в том числе и уголовную ответственность за фальсификацию билетов в цирк, музей, кинотеатр и так далее? Почему бы и нет? А другие депутаты уверены, что введение штрафов еще до того, как сама система начала работать, может просто свести на нет всю инициативу по введению талонов на питание. Закон еще не применяется как надо. Мы рискуем, что этот законопроект, который кажется достаточно строгим, обескуражит и не будет способствовать использованию этого механизма среди предприятий из-за боязни чрезмерных штрафов. На эту критику депутат Сергей Сырбу отметил, что готов обсудить с коллегами возможность уменьшения размеров штрафов перед голосованием законопроекта во втором чтении. Напомним, закон о применении талонов на питание был одобрен парламентом в прошлом году. В ходе пленарного заседания парламента представители либеральной партии заостряли внимание еще на одной и очень важной на их взгляд теме. Депутаты ЛП потребовали от руководства парламента объяснений по поводу того, почему в последнее время либералов не включают в состав официальных делегаций, совершающих рабочие визиты за границу. Так, в частности, Алина Зотя заявила, что совсем недавно члены комиссии по социальной защите совершили рабочий визит в Испанию. Но по какой причине в эту поездку отправились лишь пять депутатов Демократической партии, один из Европейской народной партии и ни одного из ЛП непонятно, заявила депутат, добавив, что представители оппозиции обходят стороной не первый раз. На что спикер парламента Адриан Канду ответил, что подобные темы должны обсуждаться на заседаниях постоянного бюро, а не на пленуме. Он отметил, что причины этих решений будут изложены на следующих заседаниях бюро. И еще о работе законодательного органа. Заключения бюро ОБСЕ, Совета Европы и Freedom House по кодексу услуг телерадиообещания поступили в парламент. Об этом заявил накануне на заседании рабочей группы по улучшению законодательства в области СМИ спикера Адриан Канду. По его словам, документ содержит некоторые рекомендации, которые в скором времени должны быть рассмотрены на платформе комиссии по культуре, образованию, исследованию молодежи, спорту и СМИ. Отметим, новый кодекс был разработан группой, в состав которой вошли профессиональные работники средств массовой информации, эксперты и НПО. Спикер, в соответствии с открыто взятым на себя обязательством по созданию рабочей группы по вопросам улучшения СМИ, продвинул проект в парламент. После чего документ был вынесен на открытый дебат и одобрен парламентом в первом чтении. До принятия в окончательном чтении проект был передан для заключения в Бюро ОБСЕ, Совет Европы и Freedom House. Перейдем к новостям из регионов. Еще один населенный пункт в районе Археи получил то, о чем мечтал. В селе Лопатно коммуны Жороди Мишлок появилось уличное освещение. Много лет местное население уговаривало руководство села подключить фонари, но безответно. Новоизбранный мэр к делу приступило сразу, а успешное завершение проекта отпраздновали под музыку и танцы. Времена, когда в селе Лопатно светили фонари, помнят разве что старожилы. Здесь, как и в большинстве молдавских глубинок, уже много лет нет уличного освещения. Провести его взялась новый мэр от партии Шор Марина Таубер. Комуну Жороди Мишлок она возглавила меньше месяца назад. Одно из обещаний уже выполнила. Мы проконсультировались с жителями, мы общались со специалистами. Сегодня проблема света является одной из самых больших в селах коммуны, где я являюсь примаром уже. Поэтому мы приняли решение начать именно с проектов по свету. Освещение села Лопатно не станет обузой для бюджета коммуны. Кабель новый, светильники современные энергосберегающие. Всего было установлено порядка ста штук. Светильники у нас европейского производства, светодиодного освещения. Параметры все запрограммированы на автоматике освещения, то есть на подстанции. Все работает в автономном режиме. Электромонтажники вложились в рекордные две недели. Сельчане не верят, что теперь по ночным улицам им не придется ходить на ощупь. Конечно, хорошо, всю жизнь мечтали об этом. Спасибо за свет от всей души, очень хорошо. Надеюсь, все будет хорошо и свет будет не только на улице, но и в душе. Такой же праздник недавно устроили в селе Жора-Десус. Там общественная организация Пентру Архей в рамках проекта Униуни Архей Лну также провела уличное освещение. В скором времени оно появится и в остальных селах коммуны. Ольга Гриненко, Сергей Липодат, Вести, Молдова. К другим темам. Трагический случай произошел этой ночью в Хынчешт. 20-летний молодой человек был застрелен главой криминальной полиции этого района. Об этом сообщили заместитель генерального прокурора Игорь Попа и глава генерального инспектората полиции Александру Пынзарь в рамках брифинга. Шалость обернулась трагедией. Накануне около часа ночи трое молодых людей незаконно проникли на территорию развлекательного центра в городе Хынчешт. Таким образом парни решили бесплатно поплавать в бассейне. Однако компанию заметил владелец центра и сразу же вызвал полицию. Владелец центра вместе с полицией прибыли на место и сделали несколько выстрелов в воздух, а также в сторону одного из молодых людей, который вышел из бассейна и направился к выходу. В результате 20-летний молодой человек скончался в районной больнице Хынчешт. По заключению врачей он умер в результате огнестрельных ранений. Представители правоохранительных органов сообщили, что роковой выстрел произвел глава криминальной полиции Хынчешт. Полицейский, причастный к этому делу, подозреваемый, который теперь арестован, прошел тест на алкоголь, результат был нулевым. Он не был в состоянии алкогольного опьянения. По данному случаю было открыто уголовное дело. Следствию еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Не повел себя прилично, отвечая за это по статье. Теперь за хулиганство в медучреждениях грозит штраф в размере до 67,5 тысяч леев или тюремное заключение сроком до 5 лет. Такие поправки к Уголовному кодексу накануне одобрило правительство. В то же время агрессия в социальных сетях по отношению к медработникам. Призывы к самоубийству будут наказываться двумя 140 часами неоплачиваемого труда в пользу общества или четырьмя годами тюрьмы. По данным пресс-службы Кабмина, эти поправки были внесены в связи с участившимися случаями агрессии по отношению к врачам. Напомним, в марте нынешнего года в первой муниципальной больнице Кишинеу врач была избита супругом одной из пациенток. Мужчина считал именно медика, виновным в смерти своей жены. В результате избиения врач получила сотрясение мозга, также у нее был перелом нескольких ребер. Лучше предотвратить сейчас, чем потом выписывать штрафы. Налоговая служба запустила кампанию по контролю деятельности зон отдыха по всей республике. Так, вплоть до конца июля сотрудники ведомства будут активно проверять объем продаж, доходы экономических агентов, работающих в этой сфере, а также заработные платы их персонала. Цель проверок – сделать так, чтобы экономические агенты со всей республики, предоставляющие услуги в зонах отдыха, в своей работе руководствовались законодательством и не уклонялись от уплаты налогов. Уже с начала нынешнего года Государственная налоговая служба проверила документы 175 предпринимателей, работающих в этой сфере, в результате чего были выявлены риски возможных нарушений с их стороны. В налоговой службе считают, что в отсутствии проверок экономические агенты могут не в полной мере указывать общий объем продажи доходов, выдавать зарплату в конвертах или же нанимать на работу людей без официального оформления. Мы следим, чтобы экономический агент выполнял все обязательства, прописанные в законе, а именно, чтобы имел при себе все разрешительные документы, чтобы были в наличии кассовые аппараты. В этом контексте мы периодически проверяем наличие денег в кассе и сопоставляем с количеством клиентов. Подобные проверки осуществляются ежегодно в летний период. В нынешнем году не продлятся до 31 июля, после чего подведут итоги и выяснится, соблюдают ли экономические агенты законодательства. Между тем, администраторы зон отдыха приветствуют подобные проверки, уверяя, что им скрывать нечего. Нас эти проверки не беспокоят, они проводятся не первый год. Мы на это смотрим, как на нормальный процесс. На работе это также не отражается, потому что проверки не строгие. Деятельность компании при этом не прерывается. По данным налоговой службы, в прошлом году сотрудники ведомства осуществили 244 проверки, во время которых было обнаружено 144 нарушения. Также налоговая служба периодически проверяет компании, предоставляющие услуги аренды банкетных залов и занимающиеся продажей цветов. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести, Молдова. Продолжаем выпуск. В городах Окница и Кантемир установили энергоэффективное уличное освещение. Проект реализован в рамках проекта, финансируемого Европейским Союзом «Зеленый свет Молдова». Эти изменения помогут населенным пунктам экономить энергию и государственные деньги, а также позволят улучшить качество жизни населения этих городов. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». В 2017 году Молдова впервые вошла в рейтинг крупнейших экспортеров яблок в мире. Так, в прошлом году объем поставок превысил исторический порог свыше 200 тысяч тонн. Об этом сообщают эксперты аналитического портала «Истфрут», где представлена информация о рынках овощей и фруктов от Востока до Евросоюза. По показателям экспорта этой продукции наша страна обогнала Турцию, Бельгию и Сербию и вплотную приблизилась к Нидерландам. В 2017 году лишь около 3% яблок из Молдовы поставлялись на рынки стран Евросоюза. Практически эксклюзивно на рынок Румынии, при этом 95% экспорта пришлось на Российскую Федерацию. Структура национального агентства по безопасности пищевых продуктов будет оптимизирована, а учреждение работать в соответствии с новым положением, которое утвердило накануне правительство. «Анса» сохранит статус Центрального административного органа, подчиненного Кабмину, а в его полномочия будут входить ветеринарный и фитосанитарный контроль, безопасность пищевых продуктов, защита потребителей в области продуктов питания, безопасность труда и соблюдение условий лицензирования. Также были утверждены штаты, организационная структура этого ведомства, список пограничных инспекционных постов и территориальных подразделений. В Молдове не будет бесплатных курсов для изучения государственного языка лицами, которые хотят получить молдавское гражданство. Правительство не поддержало соответствующую инициативу президента Игоря Дадона на основании того, что нет четких критерий отбора граждан, которые смогли бы бесплатно посещать обучающие курсы. Также в Кабмине сослались на отсутствие источника финансирования этого проекта. Отметим, что законодательная инициатива, предложенная президентом, обязывала государство открыть курсы изучения языка в центральном, северном и южном районах республики, а также онлайн-платформы для прохождения обучения удаленно. Сегодня в столице прозвучали сирены. Сигнал тревоги продлился от одной до трех минут. Спасатели таким образом проверяли систему оповещения населения. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призвал граждан сохранять спокойствие во время проверки системы, а руководителей государственных и других учреждений обеспечить порядок на территории и продолжить свою работу. Как правило, автоматизированная централизованная система оповещения используется для предупреждения населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Это действие осуществляется согласно плану гражданской защиты Молдовы. Правительство установило объем финансовой помощи, предоставляемой бенефицаром международной защиты в 2018 году. Таким образом, ее размер составит 922 лея 50 банов. Она будет выплачиваться ежемесячно. Для получения помощи необходимо подать соответствующие заявления в компетентный орган по делам иностранцев. Каждая заявка будет рассматриваться индивидуально на основании того, в каком материальном положении находится каждый заявитель. Отметим, что в прошлом году граждане подали только семь заявлений на получение финансовой помощи и лишь два запроса были утверждены. В главном городе Гагаузи Камрате появится образовательный комплекс имени президента Турции Радже Патаипа Эрдогана. Проект представило Турецкое агентство по развитию. Как написала в соцсети Башкан Гагаузи Ирина Влах, в этот комплекс войдут основной учебный корпус, два общежития, закрытый спортивный комплекс, три теннисных корта, два баскетбольных и одно футбольное поле. Под строительство современного образовательного комплекса в Камрате выделено 5 гектаров земли. Комплекс будет расположен при въезде в город с северной стороны. Продолжаем выпуск. Футбольный дух объединяет. Молдова присоединилась к флешмобу в поддержку Чемпионата мира по футболу 2018, который проходит в городах России и по всему миру. Организаторы за несколько часов сняли яркий ролик в самых узнаваемых местах Кишинеу. Футболисты в национальных костюмах показали мастерское владение мячом, передавая его обычным горожанам, прохожим, уличным торговцам и музыкантам. Участие в футбольном флешмобе приняли активисты молодежного движения потомки Штефана. По мнению инициаторов, это послужит продвижение не только глобального спорта, но и имиджа нашей страны. Видео отправили организаторам, которые затем снимут общий фильм об участниках акции. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире Вести. Продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к обзору основных новостей из-за рубежа. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с иностранными политиками, прилетевшими в Москву, поддержать свои национальные сборные на чемпионате мира по футболу. В ходе переговоров с российским лидером президенты Сенегала и Португалии, а также генсек Совета Европы Турбюрн Ягланд и генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш обсуждали не только футбол. Это стало уже фирменным стилем. Иностранных гостей во Внуково встречает Забивака, футбольный талисман чемпионата мира. И такого напора Волк, похоже, не ожидал. Президент Португалии, прилетев накануне в Москву, переживает, как сыграет сборная. Ждем красивую победу, будем готовиться к ней. Неудивительно, что и разговор с Владимиром Путиным начинается тоже на футбольной ноте. Мы, конечно, следим прежде всего и болеем прежде всего за нашу сборную, это естественно. Но как организаторы этого турнира мы создаем равные условия для всех сборных, которых считаем нашими гостями. И в этом нам, безусловно, помогают болельщики, которые создают необходимую атмосферу вместе с волонтерами. Хочу поздравить вас с великолепной организацией чемпионата. Весь мир с огромным интересом и страстью следит за этим турниром. Президент Португалии даже лично проехался в московской подземке и сам оценил, насколько благожелательно принимают гостей Россия. Позднее все внимание было приковано к матчу Португалия-Марокко. Итог поединка 1-0 в пользу португальцев. Есть небольшая проблемка, которая может случиться, если нам придется играть друг против друга. Тут даже самая лучшая дружба в мире вытеснит спортивное состязание. Конечно, у нас есть Криштиану Роналду, но с другой стороны российская сборная показывает отличную игру и она играет дома. Но надеюсь, что наши дипломатические отношения от этого точно не пострадают. Это так и есть, так и будет. Наоборот, спорт сближает страны и народ. Но если наша сборная встретится, каждый из нас будет болеть за своих, разумеется. Среди гостей Владимира Путина, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд. Мне хорошо известна ваша позиция по полноценному взаимодействию России с Советом Европы. Ценим эту позицию. Разделяем ее, разумеется. Я так понимаю, что мы по этому вопросу сегодня не поговорим. Спасибо большое, господин президент. Спасибо за то, что вы согласились встретиться с нами в этот момент. Очень важный момент для нашей организации, для всей Европы. 20 лет назад Россия присоединилась к Европейской конвенции о правах человека. И за это время вместе мы сделали немало. Среди тех, кто прилетел в Москву, и президент Сенегала. С супругой он спускается по трапу. Владимир Путин поздравил коллегу с победой футболистов на сборной Польши. А тот, в свою очередь, поблагодарил Путина за организацию чемпионата. О роли Организации Объединенных Наций президент России говорил с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. Мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы ООН играла лидирующую, центральную роль в международных делах. Считаем, что ООН является единственной такой универсальной площадкой, а устав организации лежит в основе современного публичного права. Роль организации как универсального инструмента разрешения кризисов, подтверждения кризисов в международных делах является абсолютно уникальной. Мы рассматриваем Россию в качестве одной из ключевых стран-основателей ООН. Сейчас мы делаем упор еще и на то, что Россия является незаменимым элементом создания нового многополярного полицентричного мира. То, как будет выглядеть многополярный мир, зависит в конечном счете от усилий и ответственности всех государств. Россия к такой напряженной работе готова. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что был бы не против сближения с Россией. «Я скажу вам так, мы хотим поладить с Россией», – отметил хозяин Белого дома, выступая в штате Миннесота. В то же время американский лидер предположил, что в Москве предпочли, чтобы на выборах в 2016 году победила его соперница, бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон. Ранее Трамп уже высказывался о готовности провести встречу с Владимиром Путиным, и это вызывает опасения у некоторых союзников США, например, у Британии. Как пишет местная The Times, в Лондоне встревожены, что переговоры могут пройти раньше саммита НАТО и визита Трампа в Великобританию. А это, по мнению британских властей, может негативно отразиться на приверженности Трампа общим целям Альянса. Между тем, в Москве не удивлены выходом США из Совета по правам человека ООН. С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В МИДе считают это решение подрывающим репутацию Вашингтона, но вместе с тем выражают уверенность, что Совет продолжит эффективно работать и после выхода из него США. Для нас выход Соединенных Штатов Америки из СПЧ неожиданностью не стал по одной простой причине, потому что уже был соответствующий аналогичный прецедент с ЮНЕСКО. США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение, но уже не к СПЧ, а в принципе к организации объединенных наций и к структурам, которые в нее входят. Совет ООН по правам человека уже работал и делает достаточно эффективно без участия США. И мы надеемся, будет делать это в дальнейшем, я имею в виду, работать эффективно. Резко прокомментировали решение США и в Совете Федерации России. Спикер Валентина Матвиенко напомнила, насколько опасны шаги, которые могут способствовать росту напряженности во всем мире. Идет опасная тенденция игнорирования сложившихся международных институтов, нивелирования этих институтов. Вот там, где нет лозунга «Америка превыше всего», Соединенные Штаты теряют интерес к этим институтам. Знаете, вот хотелось бы сказать, уважаемые господа американцы, у нас другого глобуса для вас нет. Напомним, накануне Соединенные Штаты Америки заявили о выходе из Совета по правам человека при Организации Объединенных Наций. А в самих Штатах больше не будут разделять семьи нелегальных мигрантов. Указ об этом Дональд Трамп подписал под сильнейшим давлением общественности. Фотографии детей в клетках обошли все мировые СМИ. Происходящее осудили даже в Совете ООН по правам человека. После чего США покинули этот международный орган. Но между тем выясняется, что идея об изъятии детей из семи беженцев принадлежит вовсе не Трампу. Разделять родителей и детей начали еще во времена Обамы. А в Венгрии ввели уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам. Парламент страны одобрил пакет законопроектов, получивших название «Стоп Сорос». Своим названием закон обязан Джорджу Соросу. Документ также ограничивает деятельность НКО. В Будапеште уверены, американский миллиардер с помощью своих общественных организаций вмешивается в предвыборные кампании и пропагандирует в Венгрии поддержку миграции. Торговая война между Брюсселем и Вашингтоном набирает обороты. Накануне Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США. Пошлинами будут облакаться около 200 американских товаров. При этом ЕС уже заявили, что вскоре могут быть сведены дополнительные ограничения. 2 миллиарда 800 миллионов евро – такие потери ожидают американских экспортеров, работающих с Евросоюзом. В пятницу ЕС вводит для них «Мотобурбон» – новые пошлины на виски, мотоциклы, джинсы, апельсиновый сок и аракисовое масло. Мы не хотели оказаться в этом положении, однако одностороннее и необоснованное решение США ввести пошлины на стали алюминий из ЕС не оставило нам иного выбора. Американские пошлины на стали алюминий обойдутся европейцам в 6,4 миллиарда евро. И если США не вернут все, как было, Европа может и расширить список товаров, облагаемых новыми пошлинами, чтобы то на то и выходило. Трампа это вряд ли смутит, скорее раззадорит. Его политика нацелена на ликвидацию торгового дисбаланса с Европой, в первую очередь с Германией. Для этого ему не нужно европейское единство. Лучше 28 стран, с которыми США будут выстраивать двусторонние отношения. «Германия наделала ошибок. Не слушайте Меркель», – сигнализирует Трамп. Он знает, где слабые места канцлера, туда и бьет. Уровень преступности в Германии поднялся на 10% после того, как в стране начали принимать мигрантов. Власти не хотят сообщать об этих преступлениях. В других государствах ситуация еще хуже. Будь умной, Америка! Трамп врет, отреагировала немецкая пресса, разглядев здесь попытку подорвать позиции Меркель перед саммитом ЕС, очень чувствительным для Германии. Мол, он раздувает противоречия канцлера с министром внутренних дел Зейхофером, связанной с миграционным контролем. Меркель вяло оправдывается, а в Еврокомиссии прямо указывают, куда клонит президент США. Министр внутренних дел недавно предоставил статистику по преступности, и цифры говорят сами за себя. Мы наблюдаем позитивную динамику. Меркель не будет смещена Трампом. Если она вообще будет смещена, что весьма нежелательно, то это будет сделано немецкими избирателями, не Трампом. Господин Трамп, может, и управляет Соединенными Штатами, но он не управляет Европой. Формально так, но на деле вся Европа пляшет под твиттер Трампа. Кто-то добровольно, а для Германии это отчетливо вынужденное послушание. Меркель надеется на то, что ей еще удастся оградить от повышения пошлин продукцию немецкого автопрома. Похоже, это еще один вклад в ее копилку напрасных надежд. После разговора с президентом Трампом я инициировал процесс, чтобы определить, грозит ли национальной безопасности импорт автомобилей и автомобильных запчастей в Соединенные Штаты. Мы изучим негативное влияние иностранной конкуренции на нашу национальную экономику. Чем закончится это расследование, можно угадать с вероятностью близкой к 100%. Немецкие автомобили угрожают безопасности США, а значит, новый виток торговой войны неизбежен. Британские СМИ раскрыли жуткие детали неудавшегося покушения на премьеры страны Терезу Мэй. В суде выяснилось, что 20-летний Неймура Рахман собирался устроить взрыв у лондонской резиденции премьера на Даунинг-стрит. При помощи перцового баллончика сторонник ИГИЛ планировал нейтрализовать охрану, а затем, прикрываясь одним из охранников, собирался попасть внутрь и ножом обезглавить Терезу Мэй. От запланированного убийства его отделяло всего два дня. Между тем, аудитория королевства, как и аудитория других стран, полностью поглощена другими новостями, которые приходят из России. И они очень отличаются от тех сообщений, которые в последнее время публиковала британская пресса. Чемпионат мира по футболу и его организация, похоже, произвели переворот в сознании западного зрителя. И на то есть серьезные основания. На лучшем стадионе чемпионата лучший футболист мира. В Лужниках Криштиану Роналду. Болельщики ревут от восторга. Уже на четвертой минуте в эффективнейшем прыжке Роналду головой отправляет мяч в ворота. Это его 85-й гол за сборную. Рекорд. В Лужниках Кумир Миллионов стал лучшим бомбардиром европейских сборных. Прильнули к экранам в метро москвичи и особенно гости столицы. Говорят, телевизор в подземке видят впервые. Это фантастика. Я еду на поезде, наблюдаю за игрой по телевизору. Это отличная идея, потому что вместо рекламы вы можете наблюдать за игрой. Глазам не верят и англичане. Своих фанатов британская пресса несколько месяцев накачивала страшилками о России. Те, кто не читает или просто не верит родным английским газетам, в приятном шоке от путешествия. Вот британцы гуляют по Волгограду. Новый стадион, фантастическая атмосфера, фантастические люди, Волгоград. Я приехал в Россию и был очень удивлен прекрасной организацией, дружелюбием людей. Я ездил на метро и никаких проблем у меня не было. Тем, кто остался дома, шлют послания в соцсетях. Говорят, еще не поздно сесть на самолет до России, чтобы дальше вместе поддерживать сборную. Игнорируйте СМИ. Этот чемпионат в России нереален. Здесь не опасно быть английским фанатом. Русские прекрасны. Английские гости в городе Герои не забывают о подвиге русских солдат. К монументу Родина-Мать, который от стадиона в двух шагах, приходили английские болельщики и даже тренер сборной. Приносили цветы в память об участниках Сталинградской битвы. Английские футболисты уже вернулись на свою базу в Ленинградской области. Стараются подойти в оптимальной форме к следующей игре с Бельгией. Это не шутка, а часть вводной тренировки, которая была у команды накануне. Приятно и гостеприимно. А это уже украинцы. Граждане еще одной страны, власти которой изо всех сил старались отговорить болельщиков от поездок на чемпионат. В форме родного украинского клуба они спокойно путешествуют по России. Удивляются гостеприимству и ценам. В Сочи мы жили по меркам Сочи не так уж и дорого, вроде 4000 рублей. Но в Ростове цена, как в Сочи, тоже вроде 4000 рублей. Отдельная тема восторга иностранных гостей по поводу красоты русских девушек. Болельщики ими восхищаются, с ними фотографируются, им серенады поют. Российские мужчины ни словом о делом доказывают свою любовь. На матче в Сочи, пока играли Бельгия с Панамой, местный житель сделал предложение возлюбленной подаваться и трибуны. Уругвайские болельщики в Ростове-на-Дону стараются петь как можно громче. Вдруг их любимые футболисты услышат. А эти кадры впечатляют любого, кто когда-то был на стадионе. Гости-болельщики из Японии и Сенегала, одни в Саранске, другие в Москве, убирают за собой сектор после игры. Мишки для мусора захватили заранее. Чемпионат мира продолжает удивлять и радовать. Впереди еще 25 дней грандиозного футбольного праздника. И еще о спорте, объединяющем людей на разных континентах. Миллион людей по всему миру сегодня отмечают Международный день йоги. Его инициатором стал премьер-министр Индии Нарендра Моди. На своей родине он лично проводит занятия по йоге для всех желающих. А другие госчиновники замирают в позе кузнечика. Когда в 2014-м правительство Индии предложило, а ООН согласилось отмечать день йоги 21 июня, все, вероятно, забыли, что это самый жаркий сезон в Индии. Еще до восхода с пяти утра центральные улицы и парки покрываются разноцветными ковриками. Само название йога, которое условно переводится как «усмирение» при плюс 35 градусах, для стороннего наблюдателя приобретает особое значение. Несколько лет назад в индийском правительстве появилось специальное министерство по делам йоги. Сам глава кабинета Индии в это утро практиковал в живописном городе у подножия Гималаев. Беспроигрышный шаг в использовании так называемой «мягкой силы» – идеи Нарендра Моди, взять древнейшее национальное учение под государственное крыло и, учитывая то, что йогой так или иначе занимаются по всему миру, продвигать индийское в мировом же масштабе. Каждый год почти 9 миллионов человек по всему миру умирают из-за сердечных заболеваний. Мы теряем примерно полтора миллиона человек из-за диабета. Йога – возможность вести спокойную, креативную жизнь. На своем YouTube-канале премьер-министр выкладывает видеоролики, на которых занимается сам, а его цифровой двойник ведет полноценные курсы йоги. Индийские телеканалы докладывают – армии и флот, рядовые генералы – в этот день гнутся в осанах и тренируют дыхание по технике пранаямы. Конечно, к настоящей йоге и йогам, медитирующей в отдаленных ашарамах, эта народная гимнастика имеет отношения немного. Однако, по словам индийских властей, в министерствах, где проходят занятия, уровень коррупции заметно ниже. Сейчас я счастлив заниматься йогой вместе со всей моей страной. Это делает нас более здоровыми и приносит мир в нашу жизнь. Несмотря на то, что многие видные индийские учителя разъехались на заработки по всему миру, нынешнее количество школ йоги в Индии не поддается исчислению. Нет ничего плохого в том, что йога за пределами Индии превратилась в обычную гимнастику. Все-таки, чтобы понимать йогу, надо быть индийцем. Национальная традиция, теперь еще и национальная гордость. Жители Индии называют йогу своим подарком остальному миру. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова